1 сентября встретили в школах, вузах, колледжах Новоуральска, а также и в учреждениях дополнительного образования. Торжественные линейки прошли в детской художественной школе и музыкальной. О том, как это было, в сюжете Елены Мельниковой. Однако не только школа искусств присоединилась к РДДМ. Детская художественная школа также стала частью этого движения. Я очень рада, что первичные отделения открываются в детской художественной школе, детской музыкальной школе. Потому что направление твори, творческое направление, оно самое массовое в нашей стране. И я думаю, что у наших талантливых детей, у наших воспитанников таких сильных школ, школ искусств, есть все возможности занимать лидирующие позиции и демонстрировать наш прекрасный новоуральский опыт во всей стране. В это 1 сентября детская художественная школа встретила свой 44-й учебный год. Более 500 учеников художки продолжат свой творческий путь. Нам приходит много ребят. И мы рады, что художественная школа продолжает оставаться домом, где сердца ребят согреваются, ручки их становятся талантливыми, и даже взрослые могут получить много нужного и полезного. И находясь вот в этой творческой, поистине художественной атмосфере, уверена, наши ученики еще и с этой стороны обретают новые знания, новые умения и новые навыки. В этом году творить сюда пришли почти 60 первоклассников. Но не только для вновь прибывших праздник 1 сентября принес радость. Ученица третьего курса Ярослава Агафонова была рада увидеть своих друзей и учителей после летних каникул. Я очень рада, что сегодня увидела своих учителей. Я даже соскучилась по художественной школе. Мне кажется, знания, которые я получаю в художественной школе, мне будут пригождаться в обычной школе. 1 сентября в жизни каждого человека серьезный праздник. Для одного из старейших преподавателей детской художественной школы новый учебный год – значимое событие. Владимир Витальевич работает учителем всю жизнь. И как в своё первоучительское 1 сентября ждёт этот учебный год и своих учеников на занятия с нетерпением. Я про себя говорю, 7 лет я пришла в школу и до сих пор не могу из неё выйти. Иногда думают, художественная школа – это рисование, это не совсем так. Представим себе, что это огромный пласт мировой культуры, где работали величайшие люди планеты. Вот представьте себе, это аж мурашки по коже идут. И искусство – это не просто картиночки или скульптура. Это философия, это политика, это история. Всё это связано вместе. И вот в нашей школе художественная ребёнок получает всё это.